МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русл. Здравствуйте. В этом выпуске. Безопасность речных перевозок транспорта и пассажиров на Большую землю оценил глава региона в ходе инспекции на одну из барж, отправляющуюся в путь до Республики Коми. Запах свежеиспеченного хлеба разносится по поселку Каратайка ближе к обеду. В день здесь выпекают до 200 буханах хлеба, а также другой хлебобулочной продукции. Ребята из летнего лагеря искательской школы накануне Дня России собрались на лыжероллерной трассе, чтобы продемонстрировать свои знания о родине. Юрий Бездудный встретился с одаренными детьми в точке роста на базе школы номер 3. В неформальной обстановке школьники и губернаторы Ненецкого округа обсудили волнующие детей темы. За чьи эпитием собрались одаренные дети из разных школ округа. Среди них были и ребята со спортивными, творческими, образовательными, экологическими и волонтерскими достижениями. Я прекрасно понимаю, что округ развивается, что появляются какие-то новые проекты, но никакие финансовые вливания или новые предприятия не поднимают округ. Округ поднимают люди, живые люди. Вот для всего нужны люди. А вы как раз в том возрасте, когда вы выбираете профессию, и по сути, через какое-то время, через 5 лет, вы вполне могли бы вернуться сюда специалистами. Ребята задавали интересующие их вопросы, а губернатор округа старался ответить на них как можно подробнее. Обсудили темы поступления в профессиональные учебные заведения, военную службу и благоустройство города. В Ненецком округе началась подготовка к предстоящим выборам. Накануне для председателя участковых избирательных комиссий прошел установочный семинар. Напомню, выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации. В основе успеха и легитимности выборов, безусловно, лежит грамотная работа всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий. В условиях постоянно меняющегося законодательства им необходимо знать все нюансы и тонкости. Поэтому сегодня в зале городской администрации проходит первый обучающий семинар. Регина Крекер, председатель участковой комиссии, номер 52. Под ее руководством работают 9 человек. Все же меняется, законодательство меняется, и обязательно учеба должна быть. То есть пополнять знания, обновлять все. Этот семинар проводится для председателя участковых избирательных комиссий. Затем каждый из них на своем участке проведет учебу уже для всех остальных членов. Это ежегодная практика, объясняет председатель избиркома номер 49 Наталья Устинова. Хочеба, она всегда у нас проходит перед каждыми выборами, и она актуальна, потому что выборы бывают раз в год, и за год, естественно, знания немножечко забываются именно в выборах, и хочется освежить эти знания. То есть, может быть, какие-то изменения были в законодательстве, это тоже немаловажно. И настроиться на работу, которая предстоит осенью 2021 года. Это первый семинар в планах окружного избиркома и еще несколько подобных мероприятий для руководителей территориальных участковых комиссий. Затем учеба на местах. Указ президента о назначении выборов мы ожидаем в ближайшие дни в соответствии с федеральным законом. До того, как выборы будут назначены, это первая наша встреча, первое такое установочное мероприятие. Мы будем обсуждать изменения в законодательстве, некоторые изменения в процедуре, некоторые новинки информационные, технические, которые будут применяться на этих выборах. Напомню, выборные кампании различного уровня пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Жители страны будут выбирать депутатов Государственной Думы глав субъектов федерации. Также пройдут выборы депутатов законодательных органов в государственной власти местного самоуправления. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Лето – пора отпусков. Многие жители региона добираются до Большой Земли на самолете, другие же путешествуют на машине. Какой бы вариант ни выбрали, безопасность превыше всего. Губернатор Ненецкого округа оценил безопасность транспортировки автомобилей на одной из барж, отправляющейся в путь на Большую Землю. Проверил, в каких условиях проживают пассажиры, капитан и экипаж судна, осмотрел средства безопасности на борту. В целом, впечатление очень положительное. Поговорили с семьей, даже не одной семьей. Действительно, многие выбирают такой способ путешествия, потому что ограничений по багажу нет, семья путешествует в каюте, машина стоит. А дальше можно сесть на машину и куда угодно. То есть вся страна у тебя только управляя автомобилем. Вот сейчас тут разговаривал с семьей, они отправляются в Крым. И впервые проедут по Крымскому мосту. Ну, какие впечатления могут быть? Не передать. Это же не на самолете лететь. Посмотрели, что все безопасность, все требования безопасности выполняются. Пас-жилеты есть. Все необходимое на пароме есть. Речное путешествие на барже до республики Коми занимает около двух суток. И на протяжении всего похода важно сохранять безопасность и обеспечивать комфорт для пассажиров. По окончании встречи губернатор Ненецкого округа пожелал капитану судно и пассажирам счастливого пути. Пекарню каратайского потреб общества этим летом доставят новую печь и другое оборудование, приобретенное за счет собственных средств. О поселковых буднях в нашем сюжете слово Александре Литковой. Рабочий день пекарей в поселке Каратайка начинается в 7 утра с растопки старой военной печи углем, в которой и готовят местный хлеб. Уже этим летом в пекарню доставят новую печь, приобретенную потреб обществом. 95-го года она. В планах у нас электрическая печь, да, хотим мы взять, чтобы, видите, у нас же на угле, иногда хлеб может сгореть, поэтому хотим электрическую печь. То есть она у вас уже приобретена? Закуплена уже, все, будем ждать. С новой печкой доставят и современный тестомес, и миксеры. Сельская пекарня находится в здании, построенном в 1984 году. Сейчас здесь трудятся три пекаря. В день в Каратайке выпекают по 200 буханок хлеба и другие хлебобулочные изделия. Плюшки очень хорошо любят. Ватрушки с ягодей, с мороженкой, с брусникой, с голубикой. Аромат свежеспеченного хлеба начинает разноситься по поселку ближе к обеду, а в магазине разбирается моментально. Не радует председателя местного потреб общества Татьяну Хатхе только свалка, которую устроили жители соседнего с пекарней дома. Это вот жильцы 12-квартирного и еще местные, ближнежайшие. И рыбу кидают, и гусей, и все. Вот собаки постоянно бегают. Около домов-то убраться не могут. Вот вы посмотрите. Эти дрова, они постоянно лежат. И ничего не ремонтируют, они все гниют только. Около домов люди уже давно отвыкли убираться. В свою очередь глава сельского совета Дмитрий Вылко заверил, что уборка всей территории поселка проводится ежегодно. Вот только-только снег сошел, вот только-только снег сошел. Сейчас у меня будут вместе, вместе, вот сейчас все жители убирают своих домов. Одна из проблем Каратайки не нова. Впрочем, как и для ряда других окружных поселений. Ржавые бочки, сломанный транспорт годами лежат на их территории. Вон свалка уже, каждое лето приходит судно, оно вывозит. Но это ничего не вывозится. Это все валом лежит. Региональным оператором по вывозу ТБО из Каратайки и других сельских поселений, за исключением поселка Красное и села Тельвиска, является муниципальное предприятие Заполярного района Севершилкомсервис. У нас с 1 января 2020 года уже действуют требования по вывозу твердых коммунальных отходов, которые не переработаны на местах, не реже, чем раз в 11 месяцев. Это 89-й федеральный закон об отходах производства и потребления. И на сегодняшний день, то есть в рамках этого закона, региональный оператор, которым является в сельских населенных пунктах Севершилкомсервис, обязан вывозить эти отходы, которые они собирают от населения и юридических лиц, раз в 11 месяцев. Такой подход к вывозу мусора окружные парламентарии считают неэффективным. Ранее ими были разработаны поправки в федеральный закон, которые предполагали вывоз мусора не реже, чем раз в 36 месяцев, что позволило бы снизить стоимость услуги. С инициативой мы выступали в Совете Федерации на днях Нинецкого автономного округа. Инициативу эту правительство не поддержало. Сейчас мы готовим вторую инициативу, будем выходить с ней во втором полугодии текущего года. Соответственно, она предполагает уже вывоз мусора не реже, чем раз в 12 месяцев. То есть цикл, год. И таким образом мы говорим о том, что региональный оператор будет, ну, так скажем, в рамках правового поля сможет действовать и вывозить этот мусор нормально, да, не нарушая сроки. Еще одна особенность поселения, которая бросается в глаза сразу по прилету в Каратайку, большое количество собак, которые гуляют сами по себе. Впрочем, этот вопрос могут решить только сами жители Каратайки. Ведь в основном все животные хозяйские. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Куда пойти учиться? Выпускники Ненецкого округа уже в школе задумываются о получении будущей профессии, которую можно освоить не только за пределами региона, но и в Наринмаре, в средних профессиональных учебных заведениях. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Середина июня в Ненецком округе стартует прием заявлений на получение образования в средних профессиональных учебных заведениях. В Наринмаре их три. Здесь готовят специалистов для различных сфер деятельности. Готовятся к приемной кампании и в социально-гуманитарном колледже. Набор будет открыт по пяти специальностям. На базе девятого класса мы будем принимать на специальность физическая культура и преподавание в начальных классах. И на базе одиннадцати это будет специальность финансы. Кроме того, у нас будут две группы на возмездной основе, то есть платные. На базе девяти классов мы будем принимать на специальность сетевое и системное администрирование. И на заочное обучение, на заочную форму обучения мы будем принимать специальность коррекционная педагогика. Если обучение в колледже направлено на получение гуманитарных специальностей, то Ненецкое профессиональное училище будет готовить абитуриентов по двум рабочим направлениям, а также поварскому делу. На 2021-2022 год Ненецкое профессиональное училище объявляет набор в три группы. Это по профессиям машиннездорожных и строительных машин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и повар-кондитер. Все три группы бюджетные, по 25 человек в группе. Набор производится на основании конкурса аттестатов. То есть, чем выше балл аттестатов, тем больше шансов попасть, поступить в группы. Наряду с колледжами и училищем в столице округа будет проходить набор по четырем специальностям в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. На 2021-2022 учебный год техникум объявил прием поступающих на очную форму обучения на базе основного общего образования, то есть девяти классов, за счет бюджетных ассигнований по таким специальностям. Защита в чрезвычайных ситуациях. Срок подготовки – 3 года 10 месяцев. По специальности ветеринария. Срок подготовки тоже 3 года 10 месяцев. По специальности экономика и бухгалтерский учет. Срок подготовки 2 года 10 месяцев. Ну и за счет средств физических лиц, то есть договор о оказании платных образовательных услуг, это по специальности право и организация социального обеспечения. Срок подготовки по данному направлению 2 года 10 месяцев. Прием заявлений и документов на обучение начинается с 15 июня в Ненецком профессиональном училище, а с 18 июня в социально-гуманитарном колледже и в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Подробную информацию о приеме заявлений, о сроках зачисления и о вступительных испытаниях можно узнать на официальных сайтах образовательных организаций. Многие выпускники 11 классов, сдавшие ЕГЭ, поступают в высшее учебное заведение за пределами округа. Помимо питерских и московских вузов, немалой популярностью пользуются учебные заведения в Поморской столице. Многие выпускники окружных школ получают различные специальности в Северном Арктическом федеральном университете. Упустница Алина Беляева после окончания 11 классов поступила в САФУ на педагогическое направление с двумя профилями подготовки, технология и экономика. В 10 классе я задумывалась о поступлении и выбрала Северный Арктический федеральный университет. Именно он показался мне очень интересным и престижным. Проходной балл был достаточно высокий, но я подготовилась и успешно сдала ЕГЭ, после чего я поступила в САФУ. Педагогический состав здесь очень сильный, несмотря на то, что молодых преподавателей достаточно много. Преподаватели к нам требовательны, но это только на пользу нам, студентам. Выбор направлений также очень большой. Также и много возможностей реализовать себя не только в учебе, но и в общественной деятельности. Для того, чтобы поступить в учебное заведение вашей мечты, стоит уже сейчас задуматься и поднапрячься в сдаче единого государственного экзамена. Ведь от него зависит ваш средний балл при поступлении. Василий Хатензийский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В преддверии самого главного праздника Дня России в поселке Искателей прошла акция «Каникулы» с общественным советом УМВД. Ребята из летнего лагеря Искательской школы собрались на лыжероллерной трассе. Чтобы продемонстрировать свои знания о родине, тему продолжит Наталья Дуркина. Спилс-карты – инновационная разработка, которая уже прочно вошла в образовательный процесс. На разных мероприятиях, когда мы ездили, вот тоже на такие мероприятия, как День России, там собирали карты. Там нам давали за пять минут собрать карты, но мы собрали чуть-чуть за больше, за шесть. За шесть, ну с лишним там. Немножко не уложились в минуту. Детали Спилс-карт выполнены из прочных древесных материалов в форме российских регионов. На магнитной доске ребята в командах проверяли, насколько хорошо они знают карту России. Ребята составляли из пазлов карту Ненецкого автономного округа. Я думаю, что многие, хотя я думаю, даже основная масса делали это впервые. Они делали с увлечением, с азартом. У нас была, конечно, подсказка, готовая карта Ненецкого автономного округа. А дети уже собирали из кусочков пазлов. Было безумно интересно. Все эти названия наших поселков, деревень Ненецкого автономного округа, они еще раз это вспомнили, прочитали, услышали, друг другу сказали. И мы справились с этим в принципе-то успешно. Конечно, мы воспитатели организовали и им немножко помогли. Замечательное задание, поэтому говорим всем огромное спасибо. Такие задания дети любят, им интересно, увлекательно. Тем более целый отряд, все это такая дружба и сплоченность. Федеральная программа «Знаю Россию» направлена на повышение образовательного уровня граждан в области географии и истории федеративного устройства РФ, административно-территориального устройства и ее субъектов. Сегодня сотрудники полиции совместно с нашими помощниками из общественного совета при ОМВД и ветеранской организации организовали и проводят для детей средней школы поселка Искателей. Это прекрасное мероприятие, всероссийскую акцию «Знаю Россию». Детям предлагается собрать спил с карты, пазлы в форме государства России, стоящей из субъектов России, и карту Ненинского автономного округа, стоящего из муниципалитетов Ненинского автономного округа. И в целом я хотел бы в пользу случаем поздравить всех наших жителей с наступающим Днем России, пожелать успехов, всего самого хорошего и доброго. Одной из главных целей программы является воспитание патриотизма как фундаментальной основы гражданского общества, культурного и образовательного единства многонациональной России. В рамках мероприятий, мероприятия проходят с детьми и направлены на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Значит, в нашем регионе это будет не единственное мероприятие, будут еще мероприятия. Значит, от лица общественного совета при управлении Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу хочу поздравить всех жителей и гостей нашего округа с наступающим праздником и пожелать добра, счастья и мирного неба. По завершению мероприятия ребятам выдали шарики и ленты в цветовой гамбе российского флага, а также сладкие призы. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи.